В профессию учителя Ольга Доманевская пришла не случайно. Ее мама тоже преподавала, была директором школы. Все детство наша героиня провела в стенах учебного заведения. Помогала маме проверять тетради и заполнять журналы. Но все-таки у меня была и несколько другая мечта с детства. Я мечтала быть врачом. Быть кардиологом. Не знаю, почему во мне это зародилось, мысли. Я все время хотела стать врачом. Я много книг читала. Но так случилось, что именно со школой жизнь меня связала на долгие годы. И я думаю, что это весь смысл и мое жизненное кредо. Родители всегда играли большую роль в жизни Ольги Викторовны. Она до сих пор помнит наставление отца. Чтобы квалифицированно работать в среднем образовательном учреждении, необходимо познать профессию самых азов. Поэтому перед поступлением в педагогический институт она начала трудовую деятельность воспитателем в детском саду. Шли годы. Ольга Викторовна поднималась вверх по карьерной лестнице. Ей всегда была интересна внеурочная деятельность. Так она стала заучем по воспитательной работе. А сегодня Ольга Доманевская – директор Видновской школы номер 11. Из опыта своей работы, что человек, учитель, который приходит в школу, по нему сразу видно, готов он работать или нет. Если он живет в школе, если он может здесь оставаться столько, сколько нужно, а не столько, сколько у него прописано часов работы. Если он живет жизнью детей, это школьный человек, он будет здесь долго, его будут любить. Именно таким человеком является Ольга Доманевская. Ее любят и ученики, и учителя. Она создала в школе дружескую обстановку. Здесь для ребенка открыты все дороги. В 11-й школе 4 профильных класса. Масса кружков. Дети постоянно выезжают на экскурсии. В образовательном учреждении регулярно проводятся различные массовые мероприятия. Вот и ко дню учителя ребята подготовили для педагогов праздничный концерт. Она очень добрая, красивая, милая. Я желаю ей любви, счастья, здоровья. А для коллег Ольга Викторовна стала надежной опорой. В трудную минуту всегда придет на помощь. Это очень хороший руководитель, который сплотил вокруг себя нас, всех учителей. Который поддерживает трудную минуту. Первое, что бросается в глаза, когда входишь в кабинет к Ольге Викторовне, это большая коллекция декоративных колокольчиков с разных городов, стран и с разными рисунками. Ольга Викторовна, какой колокольчик самый яркий для вас, самый любимый? Могу сказать точно, что любимые все. Потому что у каждого своя история. Вот, допустим, этот колокольчик был самый первый в моей коллекции. Его подарила мне родительница на День учителя. Всего более ста кабокольчиков, и коллекция продолжает пополняться. А еще Ольга Доманевская удостоилась чести войти в книгу-сборник «Персон России». Ее мечта – создать в 11-й школе музей истории русской письменности. У нее в собственности находятся десятки экземпляров старинных книг. Очень древняя книга и интересная – «Откуда пошла земля русская» – 1914 года издания. Вот «Жизнь и деятельность» Джона Рескина – 1896 года издания. И такой музей в школе, возможно, появится очень скоро. Сейчас идет процесс подбора помещения и сортировки изданий. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.